ну вот сегодня у нас 24 марта 2016 года вчера голубка это вывела вот покажу сейчас подождите маленькая ступи она бьется как под покажи на него на она прям непрерывно туда и надо залезть и очень беспокоится вот он сам где-то там вылетел что вывела вчера вон они где они ну-ка давай посмотрим это ее природные вот они голуби видно там нет вот они теперь нужно наблюдать чтобы она их тут не давила вот они слепые какие они рождаются вчера только вывелись уже в яйцо их не поместить и шкарлупу они вынесли я теперь у меня от которого не раздавили калека я все ждал как когда они бросят его кормить вчера вот эти вот родились а вот этот вот он лежит вот он вчера только еще он был живой сегодня уже он закончился все у него вывернута нога вот она куда идет то есть они его маленького давили удушающую любовь он не мог ничего делать я вообще если вторая нога вот какая от от родителей зависит все вчера утром вывелись а и вчера утром перестали кормить я этого не знал когда но на обреченный был вот она нога так гитарщик вот она снимаю вот даже на нас не посмотрела вон она все топчется на них все скорее надо третий выводок уже сделали а там только на первом еще сидят вот и все но на этом этот эксперимент закончился что если что-то такое случается он кормил обиходил его все в один день все закончил это все заложено в природе а где он есть там отец то там где-то вот там ну-ка вот он сидит вот он где все ему даже нужны никакой нет он плакать не будет о нем вот в спарте так и делали коллегка значит он погибает вот сейчас судят егил но если бога нет это все положено недавно 38 детей с болезнью дауна там какие-то кривые они всех уничтожили а кому не нужны если верующие держат только во имя христа то там есть жизнь а так так и объяснение то родилась родился теленок нога у него вывернута его никто не будет идти коллега его сразу уничтожает или сам он подыхает и вот здесь теперь посмотри еще раз посмотри сидит все нахохлилась теперь моя задача все это убирать она будет биться вот подожди теперь сейчас буду я заменять есть давать самое хорошее как матери роженицы я все вспоминаю как учукший говорит на берегу один сидит трубку курит а другой в лодке а жена по берегу против течения лодку тащит однако далеко поехал то да вот жену в роддом везу жена по берегу тебя тащит лодку а он сидит тоже трубку курит однако вот я тут однако с утра забочусь о живых и о мертвых в чем заключается уборка вот эти которые прижимают бумагу от 11 покажи как я каждый день вот это дело оскабливаю а то не видно как вот в домашних условиях коробка 1 где она находится вот коробка 1 2 40 сантиметров 40 сантиметров ее высота 1 2 3 ну 60 ну и ширина 60 так и так будет сейчас я посмотрю сколько раз два ну 40 допустим 747 вот она коробка здесь я прорезал здесь зашил тут она была кривая такую палочку поставил и 2 2 этаж его перекрываю когда они большие становятся перекрыл они здесь тех упускаю это работа тут гнездо и там внизу два гнезда и вот они тех которые вырастили уже они там наверху такие боевые а этот коллег она его давила мой недосмотр ее надо было куда-то одевать вот она сидит еще раз посмотри на этом все далее вот здесь под этим вот подключим там ванна вода вот там внизу это сделано чтобы туда помет не падал в воду подливать надо но сейчас бумагу заменю придавлю его этими палочками и у на этом ворка есть и здесь даю что горох пшеница горох лыщеный и семечки семечками у меня фермер снабжает полное два мешка вот такие вот высоты мешки вот отстоит того еще раз хочу показать можно даже выключить свет теперь посмотрите голубятник считай он включи тогда голубятник голубь птица мирная поэтому он никогда не живет у злых людей вот и все у меня четыре голубятник с детства шести лет если кто не знает я могу рассказать как это любовь возникает вот голубятник и по заголов какой голубь птица мирная поэтому он не живет у злого человека живет значит всякие на меня наговоры там что то есть это от злости у вас ни у кого нет голубей у кого есть из нападающих на меня sd у кого голуби есть повторяю четыре голубятни у меня а то и тут написано элемент воспитания для детей я не знал это только сейчас назвал как дети любят держать голубенка как мы уносим как они прилетают обратно как кормят как убирать у ребенка зависимость какая-то получается они нежно такие дети растут у вас есть это покажите что нападает это на меня вам это ничего не дает вы пока имеете возможности берите пока я живой то я может завтра меня уже не будет но на трупе вы день-два потопчетесь вам надоест это и все миссионеры как каганович и пришли а вот сегодняшние политики каганович старейший в правительстве сталина был говенные политики вот и весь сказ такие мои обличители вы показать ничего не можете бездарные без талантные ничем не занимаетесь мне было неполных шесть лет конзавод 140 это с этой стороны зайди чтобы на свет тебе не было то вот я даже могу здесь дать свет и скажу как это любой проявляется выключи его но я ничего не знал голубей как будто не видел воробьи ласточки везде летают все это я знаю и конзавод это коней готовили для армии фондовские кони называются и тетка соврулина у ней такой певище певущий гнусавый голос был соседка наша и она меня за руку тащит теперь я уже определяю это дело было так мы шли на восточную сторону оттуда падал свет все отпечатлелось лошади ставят все чисто выметено и вдруг я поднимаю глаза ребенок иду с ней рядом и вдруг вижу на балке деревянная балка сидит голубка ну какая она такая же сезарь и дикая то я ее увидел и тетка меня не может сдернуть что встал то голубь я еще не знал даже что он такое и вот мне сегодня уже 76 70 лет я продержал себе 70 лет 77 год мне заканчивается это любовь брат у меня ему даже до нужды нету как-то отец нашего пастух был тихон дмитриевич и он любил про вес говорить там коров птицу всякую держал гуси водились лучшие в деревне у него были это все рассказывать так это и вот он стоит отец каждому дает овечка вот это овечка тригнатью вот это вот самуилу но и со старшим сыном говорит а я там с голубями ложусь дурачок ничего ему не надо ничего не надо понятно вот это уже в было все мне ничего не надо так я понимаю то вещь как не его там объявляться ему лично там имеет мне ничего этого не надо было голуби я далеко там стена я уйду там бинокль с собой или я наблюдаю как они вылетают как я хоть отсюда привозил как мы ночью набирали помню на одном магазине в одном селе были голуби я уже заметил договорился с человеком взяли ружье на лошади и поехали дождались когда сторож зайдет в магазине залезли потихоньку туда горе голуби то дикие но мне надо было белых то и мы где-то 300 голубей в мешки набрали 300 голубей вообразите а то сколько мы набрали то но из них штук 6 белых было я их отберу дальше оттуда все это сносим прыгать надо а в снегу то там уже железо какое не знаем ты дальше на конях и потеряевку это все из-за голубей это уже из армии кажется вернулся или 10 классе был примерно где-то сколько из-за голубей где только не был доставал их и везде нахожу голубят им едем я в машине сижу сейчас объезжали в любом городе я вижу голуби голуби примерно так давайте заедем идем где-то благовествуем идут наши ничего не видеть а только голубя скинул тут где-то далеко голубят не так вот она рядом здесь зайдемте и дальше я выставляю этот ролик это любовь любовь вот я держу голубей а батюшка держит овечек у него около 100 вещек он приезжает там когда мясо продает я ни одного голубя не продал и не купил у меня все бесплатно батюшка двое засмеется у нас такой порядок в деревне чтобы скотина не хотела беспривязно а должна быть в стайке или где-то ну чё тут распустил свое хозяйство на дороге то батюшка нам на своем этом драндулете то едет нам ну как не мотоцикл а я даже не знаю как его назвать а тогда были мопеды не мопеды назывались мотороллеры хозяйство свое распустил то есть голуби вот нынче я занялся беспородными вот эти вот почему породистые часто гибнут вертлящика болезнь этих посадил туда без обработки всякой вот этот вот голубят не у меня здесь настоящие голубят не ни один не болеет теперь я решил их штук 6 оставить среди своих породистых может быть они своим присутствием как-то сделают здоровую обстановку то есть вот пожалуйста они его держали голубя кормили калеку до дня пока вывелись свои все отрезано утром вывели и на следующее утро он уже мертвый лежит вот немножко я сегодня сказал голубяк потом я соединю покажу этого голубенка так теперь ему надо и туда запустить его я сейчас запущу от а ты чего делал смотри беру семечки я сейчас вот сюда вот куда примочка ему тут обратно это все ставлю я туда ставлю он она бьет меня хлещет как людей вот это я его чтобы замануть сюда где она вон она сидит я хочу вас это придавить вон она вот он у меня это больно бьет как ну ладно так сейчас посмотрю вода есть или нет подальше есть вот сейчас я отойду вот он сидит маленечко отойдем назад и он сейчас залетит как он будет залетать можно посмотреть ему надо проверить сейчас как она там ведет себя и а вчера она только выводит его на эту скорлупу выбрасываю то есть у нее просто не кровавая он в роддом пришел заботливый муж удивительно вот он я вам прованул там семечки сейчас он клюет мне его туда надо убрать так обычно зимой кошки еще сидят под полом голубей не выпустишь кошки запертые вот он клюет на правой ноге у него у меня нет колеса пришитая красная а у детей на левой ноге так сейчас у нас и туда туда шагнет за это я вот он там закрою уже закрой до полдня так он полетал оправился гимнастикой позанимался крыльями машет специально долго теперь он смотрит что делать то что только то перелетел все ко мне уже нельзя все он смотри все он там теперь вот так вот и маленько завожу за сюда вот все я уже не выдержанешь это все он там сидит покажи его что делает ну-ка он сидит он одулся он пришел поесть семечки не успел съесть вот остались это все его надо обиходит дать ему поесть сейчас успею это все уношу стряхиваю но это заботы и ребятишек к этому приучаем вот не другие мои которые нападают я их и спрашиваю кто держит голубей покажите если вы не держите это еще ни о чем не говорит что вы не держите но и не говорит о том что вы не злые повторяю что у старообрядцев пока ни у кого не нашли голубей ни у кого это о чем то говорит а у меня сестра и говорит когда строили храм у нас на сибирске до голуби прилетали так их камнями кидали в голубей камнями кидали они ничего плохого не сделали. Голуби. Как Шариков говорил. Понимать надо слоны или коты. У меня про голубей столько стихотворений написано, что они будут и в раю. Голуби. Думаю так. Мне так это интересно. Я не считаю сейчас. Потом прочитаю. Как голуби летают. Как их ястребы воровали у меня. И как мы там крест повешали среди деревьев. И как не мог ястреб залететь. Такие у меня стихотворения про голубей написаны. Все говорят. Это с такой душой написано. Я разговаривал как-то со старейшим поэтом. Умер Марк Иосифович Юдалевич. Тут темно как-то. Да. И он мое стихотворение когда выслушал, так вот так вот. Это ваше стихотворение. А почему не печатаетесь? Я говорю, я уже не пишу ничего это. Почему? Я что вижу? О том и говорю. Свободен. Вот эту свободу во Христе. Свободу развить таланты, какие Бог дал. Это от Бога. А вот эта система, когда вот так, чтобы ты делай, тебя учили, ты так. Ну это ты зависимый от кого-то. В этой системе ты винтик. И рано или поздно разочаруешься. В судный день не будет никого, кому ты угождал. А ты даже не можешь понять, что ты раб. Вот Андрей Кураев потом увидел во мне и говорит, Игнатию разницы никакой нет. Кто там? Собор, не собор, святой, не святой. А мне разница есть. Я думаю, что епископ скажет, как посмотрит. И он сейчас высказывает то, что раньше никогда не говорил. Почему? Кое-чего его освободили. А я в этой зависимости никогда не был. А почему ты не священник? Рабом не хочу быть. Каким попало, быть не хочу. А каким я хочу, не дадут. А как вы знаете? Очень просто. Меня вызывает Варфоломей Ташкентский, архиепископ. Рукоположить. Я приезжаю. Поставлен со мной рядом Василий, священник на покое, как говорят, на пенсии. Но мы уже прошли полный курс. Я закончил семинарию заводчину. Всю полностью. С братом Акимом вместе. Поготовились к этому делу. А он потом еще закончил московскую. У меня духовное образование самое полное было бы. Отец Александр Пивоваров преподавал. На дому у него жили. И он меня хочет рукоположить. Вот, говорит, три храма. Любой выбери. Когда узнал мои знания, писания, канонов. Я говорю, владыка, но я с первого дня не буду вам подчиняться. Как так? Так, а нужно же учить людей, а потом крестить. Так мне как раз это и надо. Так учить-то буду и не как вы. Ну, учи как. Я буду говорить, что все неправильно. Я скажу, что это патриархия сталинско-берьевская. С этого надо начинать. Да разве можно об этом говорить? И кончилось тем, что он меня снабжает деньгами. Ладно. На священника, может, я кого найду. А на ваших, чтобы делать. И никого еще нет такого. То есть, благовидная причина, дал денег на самолет и Ташкент. То есть, за мной архиереи гонялись буквально, приезжали сюда, чтобы руку положить. Даже на дом, даже в Потеряевку. Но я говорю, это не мое. Я сегодня рассказывал, мы сидим за столом в синоде. И митрополиты, и епископы сидят. И они уговаривают стать священником. И я сумел доказать, доказать, что это не мое. Не мое. А как проверяете? На молитве. Не забуду, как обо мне молва пошла, что я считаю вино за грех. А по православному это серьезное обвинение. Налили мне полный стакан вина, такого темно-бурого. Выпейте. Я говорю, я не пью, я в рот не беру. Выпейте. Мы будем свидетели, что вы выпили. Иначе на вас говорят, а это под еретическое обвинение. Я выпил. Выпил. Я говорю, у меня жена квас готовит, наверное, крепче. Посмеялись. Больше не пейте. У меня своих, говорит, пьяниц хватает. Помню, как мы были в Одессе. И там, не знаю, Успенске или как называется, монастырь. И пасхальный день. Первый день мы там попали. Там Иона был, мы у него жили. Он сейчас умер уже. У Иони прям ночевали вместе в келье. Вместе молились. Я его знаю лично. Лично. Очень хороший был человек. Очень. Вот это, ну, монах, конечно, он не на свидетельстве нигде не был. Но душой своей хорошей. И вот нас там идут. Так специально, видимо, семинаристы ходили. Так вы откуда? Мы говорим, мы из Сибири. Из Сибири. Так вас зовет туда кто-то. Пришли в столовую. И там еще набрали. И там бомжа два сидят рядом. Ну, и мы сидим. Всем налили по полной посудине выпить. Ну, мы не выпили. А рядом, которые были, выпили и спрашивают. А вы не будете пить? Нет. Они эти наши посудины-то разобрали. По второй, говорится, дупель. Отдублировались. Вот я начну еще говорить, у меня везде все интересно было. Интересно до такой степени, что когда я повторяю это, я заново все это переживаю. Где бы ни был. И нигде не было то, чтобы наполовину сказать или что-то. Я не был никогда рабом с чем-то. А вы, которые нападаете, вы все рабы. Рабы чужого мнения, что скажут. Вы боитесь один на один выступить где-то. Мне Бог позволил писать письма обличительного ООН, масонам. Вот Брюссель, Брюссель. Я всюду писал всем генеральным секретарям, всем патриархам, всем архиереям. Призывал к соблюдению канонов. И купели сейчас строятся, и архиереи пишут, благодаря вам это есть. Так что на меня нападает, это моя награда. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Я вчера смотрю, кто нападал. Ага, какой-то свет Христов. Я прямо за ним. Имена-то нет. Понимаете, имени нет. А только у демонов нет имени. Нету градации. Какие же растры он проходит. Ну, Господи, вот этот, который нападает, он еще не знает. Нападает из моих роликов где-то. Благослови их, Господи. Вы находитесь под охраной теперь моей уже молитвы. Что Бог вас благословил, и выявил в истинно свет Христов. Вы его не знаете. Качаете университеты и прочее. Вы учите то, что вам по программе дали. А программы составлены безбожниками. Дворкина разные. Если Дворкина любишь и уважаешь, для меня ты конченый человек. Самый главный лицемер. Как Дворкина можно уважать, когда он разрушитель, он ссорит людей всех. Я никого не называть не хочу. И особенно тех, которые были в хороших отношениях, я их никогда не трогаю. Никогда. Усиливаю только молитву. Мне их жалко. Идущий мой хлеб. Они у меня за столом сидели и подняли пету. Да вы-то это испытал. Мне все Бог дает испытывать это. Видеть это. Начало с голубей, а окончил ястребами. Ну, как Бог дал. Богу нашему слава. Сегодняшний такой день. Я потом отдельный ролик поставлю про тех голубей. Но сегодня еще этот показал. Любить надо птиц, особенно голубей. Голуби. Это вам не что-то. Шариков только и вспомнишь. Вот сегодня как раз тот день, когда эксперимент у меня закончился. Мне больно было смотреть, как он выгнутый. Как крутится, одной ногой упирается. Его родитель с трудом мог кормить только. Я не отходил от него. Я говорю, он только дождается. Как выведется, будут кормить? Нет, не будут. Теперь я могу сказать, у меня есть опыт. Когда мы поехали в миссионерскую поездку, мы все в интернете. Я выбирал, печатал целые тетради. Вот такие вот прямо, как переплетчик делал с собой. Все сгодилось. Но с нами на нас ничто не сыграло. Попутно сказать, почему? За нас слишком много молились. И поэтому все, которые думают, что я им враг, там что пишут, вы мне не враги. Нет. Я только прошу Бога, чтобы ваше безумие в судный день Бог вам не помянул. Чтобы умиротворил ваше сердце, примирил со мною. Вы будете искать то, что я говорил. Это не мое, что я вам говорю. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь.